Здравствуйте, я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Начинаем переделку старого, немножко подзанушенного свитера в новое изделие. И первое, что мы делаем, определяемся с местами, где мы будем разрезать наш свитер. Верхняя часть будет соответствовать тому месту, с которого наш свитер становится уже нормальным. То есть все изношенные, потертые места мы убираем. И в принципе я вижу, что от начала убавок у меня идет хорошее уже полотно наверх. Поэтому могу просто взять и от точки до точки чуть-чуть опустить вниз на подгибку провести линию. Это линия отреза. Снизу выравнивать будем по линии низа. Часть нашей изделия. Здесь на груди пятно посадили, здесь изношенные подмышки. В общем, это все нужно убирать. Определяемся с местом разреза пониже пятна. Чтоб пятно у нас ушло и его не было. Смотрим, какая здесь длина. Для чего мы это делаем? Так, 28 и 28 тут, 28 тут. Почему нельзя взять и связать новые изделия? Потому что свитер, машинная вязка, магазинная, очень тонкая, пряжа отличная, очень хорошо греет, чистая шерсть. И для дачи это идеальное изделие. Мы сделаем его длиннее, чтобы закрывал поясницу. У него идеальная горловина, она будет греть шею. А рукава на даче и в дачном хозяйстве не сильно нужны, потому что мы носим либо куртки, либо какую-то еще теплую вещь, которые рукава мешают. Дачники меня поймут. Поэтому задача отрезать наше полотно по вот этим линиям и выпороть рукав. Рукава, если у вас оверложенное полотно, аккуратненько распарывайте. У меня этот свитер очень качественный, он провязан. То есть у него не оверложенные края, а он вывязан по вот этим контурам. Поэтому сыпаться ничего не будет. Разрезаем и обрабатываем край. Тай. Обработку краев можно проводить на швейной машинке оверлоком. Если у вас есть распошивалка, вообще здорово. У меня, к сожалению, сейчас я нахожусь в таком месте, где швейная машинка отсутствует, поэтому обработку можно проводить руками. Если ваше изделие достаточно свалялось, но я это увижу, когда разрежу полотно. Если оно сильно свалялось уже от долгого использования, даже обработка не требуется, потому что оно уже не распустится у вас. Итак, разрезаем и смотрим, какого качества фрез у нас появляется. Разобрали наше изделие так, что у нас остается только верхняя и нижняя часть. Рукава убираем. Из вот этих двух деталей мы будем с вами создавать новое изделие. Обратите внимание, если у вас край сыпется, вам необходимо обработать его. Обработать можно зигзагом на швейной машинке, оверлоком, если он у вас есть. Если ничего нет, руками, иглой просто подшейте через край. Прошейте все открытые швы, открытые части. Мне ничего не нужно, потому что данный свитер свалялся так, что он превратился просто в валенок, поэтому ему ничего не грозит. Что мы планируем делать дальше, смотрите следующую часть. Если вам нравятся переделки, если вам нравится то, что мы делаем, ставьте нравится, поделитесь с друзьями. Подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. Обязательно приходите на бесплатные вязальные посиделки и в нашу школу машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Ваша Наталья Некрасова